Здравствуйте Павел, это вам. Спасибо. Вот тебе еще ключ большой, я не знаю. Ну пойдем посмотрим, раз у нас это, пятиминутка. Ну да. Хорошо в деревне летом, пристают говночки летом. Зря я такую работу. Давай поменяемся, ты тюкуку зацепила. Тебе говорили на граблях оставайся, а ты нет, я тюковать. Да тут может и больше. Да я откуда знаю. Чего не поглядываешь, уебал все грабли. Здорово, народ. Я вас приветствую. Из трактора МТЗ-80. Ну что, второй день сенокоса мой у семьи Спиридовичей. Лень попросил выручить их. Опять у них сегодня нехватка человеки на граблях. Вновь я за рулем, его белоруса с навесными граблями. Как они страшно шатаются сзади, они пугают эти грабли. Мы их только что сейчас ремонтировали, варили. У них фара отвалилась, труба лопнула. И два колеса, в общем, из-за грязи, вы поняли. Потихоньку добираемся до поля, до луга. Блядь, по херовой грунтовке, по колхозному саду. Где-то сейчас мне там сзади будет играть Лёха с прицепом на своём 82.1. В поле сидит, ждёт Пашка. Ждёт запчасть, это крючок, который закрывает крышку тюкопресса. Крючок сломался, я ему его как раз везу. Ну и, собственно, у Пашки там особо тюковать нечего, потому что волков нет. А ёлков нет из-за того, что грабли нет. А грабли не было, потому что у них два колеса отвалило весь. Вот все проблемы. А, ну вот, вот здесь будем работать, вот. Ну я целенаправленно еду уже по скошенному, убранному лугу Пашке. Запчасти молода. Здравствуйте, Павел. Это вам. Спасибо. Вот тебе ещё ключ большой. Я не знаю, я просто так. Э, тут неплохо устроился, я смотрю, да? Я уже здесь три с половиной часа, я им поспать, пожрать и искупаться сходить. Друзья, наверное, многие из нас, кто работает на технике, любят, чтобы в ней был комфорт, порядок, чистота, висели шторки, различные были аксессуары, которые добавляют плюс 100 к работе и эффективности. И, собственно говоря, сегодня речь пойдёт об компании Котман, которая занимается производством и продажей различных аксессуаров для тракторов МТЗ Беларусь. В ассортименте аксессуаров на трактора МТЗ у компании Котман представлены ЕВА коврики, полки панелей, дополнительные сиденья ящики, обшивка кабины салона, ламбрикены, чехлы на сиденья, акустические полки, шторки на магнитах, боковой подлокотник сиденья, а также комплект для установки бокового глушителя, светотехника. Все из вас, наверное, прекрасно помнят серию, где мы с Алексеем на его трактор МТЗ 82 устанавливали дополнительный ящик от компании Котман, ящик сиденья. У Алексея два трактора МТЗ 80 и 82 с большой кабиной, в одном из них мы находимся, здесь от компании Котман установлен сиденье доп. ящик, где уже имеется какой-то инструмент, минимальное количество запчастей. Также от компании Котман у них установлена полка на панель приборов, уже служит с весны этого года, есть ЕВА коврик. Также и на соседнем тракторе МТЗ установлено доп. сиденья с ящиком и полка на панель приборов. Алексей полностью доволен, с удовольствием заказывает и устанавливает аксуары от компании Котман. Сейчас у компании действует скидка и минимальная цена на топ ящики с сиденьем, это 4500, на остальные аксессуары по промокоду будни тракториста действует скидка в 10%. Заказать все аксессуары от компании Котман можно как на территории России, так же и в Казахстане и в Белоруссии. Все ссылочки оставлю в описании под видео, а также оставлю здесь QR-код. Обязательно заходить, приобретайте, ездите на Тартарах МТЗ в полном комфорте и с удовольствием. Частенько не ломается, наверное, да, крючки? Первый раз. Первый раз? Да. У меня сломался. Набил очень хорошо. А, набил? Да. Чего да, поехали. Работать. Холит. Сейчас Поплёш приедет. А, сейчас, где-то, наверное, приедет, да? Как приедет, так и уедет. Почему? На грудь. А. Короче, сегодня ты бамбук курил, да? Крючок сломался, грабли сломались. Дед говорит, да я даже не забейте, агарт. А я еду, смотри. Метров 200, говорит, проехал. А я еду, смотри, я стою, тюк завязываю, он едет, я смотрю, что-то граблю, вот так вот. Потом подъезжает, я ему пальцем показываю, он такой. Заживал, да? Я и не увидел. Ну ладно, что, давай, встаю туда на эту. Ты сейчас это доберешь, как раз, да? А? Понял. Ну поехали, что, поработаем. Ой, блин, парковаться сюда, конечно. Конечно, то еще мероприятие, я сейчас вывлюсь, блядь. Эх. Где тут шестая? Эта задняя. Нет. Эта задняя. Эта. Так. Ай, пошла жара, жарное солнце. Хорошо в деревне летом, предстоят говночки, блядам. Да тут переход у нас гон длинный, то мы работали в другом направлении, на речку ходили, позади там участок был. А сейчас вдоль речки, блядь, гон длинный, я вот обратно возвращаюсь, блядь, а Пашка будет долго ехать. Пашка показывает вот так вот, волнами. Но не я так начал, так уже было волнами. Приходится подбирать так. А тут что-то и нету седа. Так, по пизюлям я езжу, тут что-то знаю. Вот и конец. А так все по-старому, как и прошлый раз, друзья, работаю на шестой передаче. Ру, блядь. Ру. Ру. Продолжение следует... 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 Ожеребился Пригнулся Культурный Ты что, ты работай давай Пошел, пошел У тебя тюков смотри Да, тебе курить нельзя Зря я такой работаю Давай поменяемся, ты тюкуку зацепил Тебе курим на граблях, оставайся Нет, где тюковать Я на речке полеживал Пойду а грехи подбирать Да Ты что, у Пашки самое это, он в самом почете На нем все держится Ну да, интересно Ты езди, никуда тебе никто не трогает Интересный механизм По 150-160 штук все нормально шлепал Все греется даже, вон, в 85 А может быть такое Где ты увидел Вот это все? Две, блин Да тут может и больше Да я откуда знаю Чего не поглядываешь Уебал все грабли Ремонт? Да Молоток я молоком изубил Эй, сгушай его Я не думал, что я так надолго задержусь тут Не, наверное, надо подливать Да? А есть что? Нарежки сейчас подливаем Пу, блядь Начинается Да я знаю, что двух нет Ну так, ну, 85 Термостат, термостат, сам, ладно Термостат, сам, ладно Подожди-ка, я вот эту штуку не доразвязывал Сейчас, Лех, мне барану починят Техпомощь приехала Казакими зачинят меня, Лех Подшипник развалился, видишь, набил Нет, хер тут они развалятся Вот что, раньше на втулках Они чуть-чуть не дезать Пластмассовой быть На подшипниках, конечно, уже утомнее намного Маленький стоит Смотри, сколько остается Оттуда грибать-то особо Чего там остается-то? Ну, как бы сгоприбать Вот, Лешка, еще чини, вот, видишь Там есть у нас еще дом В машине, наверное, не вытаскал Это, видишь, вареное А это, это, раз что-то купили А они пополам ломались Не пополам ломались Он купил, а не поглядел А, короткие И вот он к старой ту приварил Привет, ломались какие переделы Короткие Это какая-то еще модель есть Желтые планы Веря тут сделано, смотри Тут лепил крепко, смотри Это, конечно, бывает, еще осталось Ужас Они там, вот она, Дань, кто у нас был В Рязани дешевле Ну, ты сказал, 50, что ли, на рублей или 60 Да, это заранее закупиться, где-нибудь, правда, так вот Они, что-то раз, говорили, когда мы их покупали Семьи тысяч на десять их взял Да, да, и как раз на весь сезон хватит Да, ну, не еду, а тебе на весь сезон-то ты что Приезжай к нам Если их на десять тысяч, то и так бы дешевле купишь Это, мне кажется, лет на пять хватит Все будет есть, и все будет дешевле Когда мы их покупали, мужики, наверное Ну, это же надо ехать А когда в Рязани едешь, кто-то про них вспомнил Ну, давай, иди Был бы его, он сколько стоял-то, погляди, может, утекла Блядь, а где подножка-то, ёбан Ой, блин Угу Дай тряпочку, а тут тряпочку Да хватит-то, может, кипит, что ли, нах Да есть там вода, видно, что покрышки Вода есть, он не искал Просто ветер не в том направлении Ветер, ветер, а Марима едет все нормально Пошел Тихо Спасибо! Ну вот теперь incredible Между нами желание себя Расли то молоку море вселенской любви Среди радости гимна напев Просвевает по небу буквы Соглавных имен Скоро Перекрестья в покорных устах Осветила покои в робких, как буря, словах Их значение воли в цене Будет так тяжело Мягкостью воли своей Скоро Да, сегодня поднагревался Беларусь, конечно Не скажу, что жарко Но за 80, прям 85 у меня была температура Да и сейчас вот Где-то на уровне 82, наверное Но я думаю, из-за ветра, блин, еще Ветер сегодня так в попутном направлении У меня так гарью даже Ах похлопной Задувает Немного тут остается мне В целом, не знаю, добью я, не добью Время-то уже, наверное, восьмой час вечера Время-то уже Смотрите, смотрите, невиданный актракцион Я нашел восьмую передачу Да, правда, я еду по грунтовке Все Не стали до конца сгребать Здесь много палок, Лех сказал Ферня А не сено И запарковал Небольшой уголок оставили Пускай, говорит, перегнивает Леха как раз Грузит прицеп И я не с ним поеду А отец его И Пашка Будут дотюковывать те волки Которые Которые я сгреб Надо сейчас, Леха, чтобы кран открыл Я заложил по-нормальному До конца Чтобы они повыше были А то проезд там через Сат узкий Они В сложном состоянии Но не очень Надо еще Я думаю, они еще докладываются Короче, сейчас Останавливались Разговаривали с Лехой Чтобы вы понимали Ну, речка, она вот Прямо находится Здесь Не знаю, видно там было На видео А ее В свое время Вот эти луга Вплоть Вот До того холма Вплоть до того До тех деревьев Высоких Все это затапливалось Речка выходила Из берегов Эти луга По весне Стояли в воде Э, кран пойдем от меня Пойдем Вниз 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 Да все вроде Вон Да смотри Что он Хочешь минералочки Липецкая Да Вкусно водится Теплая Нагрета июльским солнцем Июльским Вот Там яма Поехали Поехали Поедем Поедем Вкусно 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 Тратор стоили? Сейчас, Лёха, прицеп поцепит, Нему особо уже ввалить некуда здесь. Блин, я уже к хозяйству подъезжаю, к нашему, и совершенно забыл, что я снимал для вас видео. А я для вас же снимал видео. Да, я не пристёгнут, горит не в аду. Пашка ещё не приехал, дядя Володя, мы с Лёхой постояли, вон вишню пожрали с дерева и всё, и разъехались. Время уже 9 часов, так что сейчас в общаге купаться, поужинать и можем в баньки ложиться, отоспаться, например. Всё, спасибо за внимание, кто смотрел лайк, подписка, репост, приветствуется. Всё, ребят, удачи и бобра вам. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok